шалом обожаемые дамы и господа однажды в деревне где не было грамотных людей кроме одного писарь местный писарь который писал письма принимал их и читал вот пришел к нему один деревенский мужик который получил письмо письмо от родственников из другой страны вот читает ему этот писарь и говорит в такой-то день в такой-то час умер ваш отец мы скорби моего смерти вот он прожает читать а тот потерял сознание и в хасидуте когда рассказывают вот это вот происшествие говорят а почему сам писарь не потерял сознание вся потому что он был безучастный это не его отец умер а умер того кому он читал это письмо знаете я вспоминаю дамы и господа те дни моей еще молодости когда в израиле я служил боевых частях и вот ты едешь город ерихон такой ты оттуда едешь на перекладных проезжаешь и каким-то образом хочешь заскочить на тахану мерказит в тель-авив такое место а там кафешки полны людей все пьют кофе зная что там идут боевые действия там погибают люди наши солдаты а всем абсолютно все вот когда у кого-то что-то происходит в жизни современный мир там бомбят израиль из газа летят бомбы ты летишь куда-то в европу захочешь куда-то синагогу там довольные веселые евреи и вот с годами я понял одну вещь когда тебе плохо это не обязательно чтобы другим было тоже плохо есть такое понятие как сочувствие это понятно часто мы преувеличиваем и ищем свою боль мы ищем эту поддержку других людей мы обижаемся на них потому что они не чувствуют себя как мы помните как тот доктор который слушает пациента и говорит у вас тут болит тут говорит да хорошо говорит доктор а тут болит болит хорошо а пациент ему горит а чаш хорошего доктор доктор скажу что не у меня и эта ситуация на обоюдно над двоякой ты с одной стороны да ты сочувствуешь но с другой стороны что ты хочешь бы сделал я живу в хайфе хайфу не бомбят ты живешь в ашкелоне ашкелон бомбят ты из ашкелона приезжаешь хайфа там довольный какой-то еврей пьет кофе пьет вино ты можешь как ты можешь он говорит слушай я не знаю может это будет завтра я хочу радоваться пока я живу вот это большая дилемма знаете когда я был в моей такой глубокой молодости я был более эмоциональный более глупый мне казалось что весь мир должен лечь и плакать когда страдает еврей ашкелона или евреи тель-авива либо тьяма или в других странах но в течение времени я понял одну вещь что в мире должна быть какая-то радость то что хотят враги сделать это первое поссорить нас всех что мы все переругались отстаивая свою позицию второе чтобы мы все были в грусти и печали потому что иногда эта печаль переходит за рамки и не дай бог мы остановимся одной массой недовольных страдающих людей она все передается сегодня в мире это очень я думаю один из насущных вопросов которые есть именно пройти с честью с достоинством с понятия один другого и дай бог чтобы мы всегда радовались и беда никогда не коснулась нас шалом шалом